Приветствую вас. Свою позицию отстаивать, конечно, надо. И стоит. Это то, что вам, я думаю, скажет абсолютно любой психолог, что свою позицию отстаивать нужно, иначе вы рискуете себя потерять. Но, как мне видится, вы восприняли определенную идею слишком глобально, слишком буквально, как мне, опять же, это представляется. Я вам сейчас поясню, что имею в виду. Ну вот, будем разбирать ваш текст, да, будем разбирать ваш текст. И, соответственно, я буду вам объяснять, что я имею в виду. Значит, вы пишете, проблема в том, что я болезненно реагирую на крики и ругани. Ну, помимо того, что дело здесь может быть в ваших родителях, которые приучили вас к тому, что если на вас, например, ругаются, то это значит, что вы автоматически сразу становитесь, ну, виноватой, да? Вот. Помимо этого, речь идет еще о том, что вы, в общем-то, себя, ну, воспринимаете, я бы сказал, не совсем безусловно, да? То есть, возможно, у вас есть некоторые проблемы с тем, чтобы воспринимать себя безусловно, чтобы воспринимать себя полностью, чтобы не было у вас, к примеру, таких моментов, да, когда вас, допустим, допустим, что-то задевает в том, что говорят про вас, к примеру, люди. Вот. То есть, здесь нужно отделить эти аспекты. Если вы болезненно реагируете на крики и на ругань, то, скорее всего, запускается механизм поведения, которые вы переняли еще в детстве, видимо, вот. То есть, механизм такой, что я виновата, что со мной что-то не так, что я какая-то не такая, не такая, вот. И автоматически вы начинаете думать, что проблема, условно говоря, в вас. Вот. Хотя на самом деле к вам никак не относится то, что на вас кричат или ругаются. И это еще один достаточно важный момент, потому что необходимо понимать причины, по которым на вас люди могут ругаться и кричать. Да. Делать они это могут по разным причинам, вот. Но никогда причиной того, что на вас кричат или ругаются, никогда не являетесь причиной этого, собственно, вы. Вы не можете быть причиной этого, потому что человек, если кричит, то он кричит исключительно по своим каким-то причинам, по своим каким-то моментам, да. Вот. К вам это все отношение никакого не имеет. Но при этом вас вполне может задевать, значит, то, как и что вам говорят. И очень важно, чтобы вы не избегали этого, а наоборот исследовали, почему меня, к примеру, то или иное задело. Из-за чего меня, к примеру, то или иное задело, по какой причине меня задело то или иное. Это нужно вам уже для себя ответить на эти вопросы, вот, чтобы не реагировать, соответственно, болезненно на такие вот вспышки, потому что они, ну, так или иначе, в жизни будут встречаться. Вот. Итак, причина, по которой вы болезненно реагируете на крики рук и заключается в том, что вас это задевает. Соответственно, необходимо увидеть и определить, чем конкретно вас задевает. Вот. Эээ. Ээ, эээ. Эээ. Крики, крики и собственно ругань. Эээ. Это необходимо сделать, эээ. Эээ. Потому что в противном случае вы так, эээ. Аээ... Ну, вы так все время будете, эээ... Эээ, на это реагировать, болезненно, аээээ. Скандалы, какие-то вот недопонимания, да, они, в общем-то, периодически бывают, периодически встречаются, да, то есть это такая нормальная история, вот, и рассчитывать на то, что это будет, это что-то такое вот, да, приходящие не приходится. Дальше, так, я начинаю себя плохо чувствовать, болеть, снижается, снижается наценка, шлифтевый, ну, это вот, даст вас удивлять, например, мой начальник не кричит на меня, а ругается под текстом, что я тупая, глупая, этики общения ему не даны, хотя, знаете, достаточно хорошие работники и ответственные, но бывают ошибки. Понимаете как, вот в теории психологии принято считать, что отношения с начальником, это следствие взаимоотношений с родителями. Вот. То есть, если вас как-то задевает взаимодействие, ну, или взаимоотношения с начальником, да, то есть вас задевает, как по отношению к вам ведет себя начальник, то очень велика вероятность того, что это идет проецирование, ваших отношений с родителями на собственного начальника, и начальник сам по себе здесь вообще-то говоря ни при чем, вот. С другой стороны, начальник, каким бы он ни был, да, он не имеет права вам говорить такие вещи, он не имеет права с вами так обращаться, но вам необходимо себя защищать. Вот. И, в первую очередь, делать это нужно, используя законные средства, вот, такие, как, например, жалобы высостоящему начальству на человека по причине того, что он к вам относится неподобавшим образом. Вот. Аргументируя это тем, что в таких условиях, соответственно, да, к примеру, работать не представляет вообще никакой возможности. Вот. То есть мне эта ситуация видится так. Так, с другой стороны, я более чем уверен, что начальник к вам относится так, начал, условно говоря, не сразу, да, а спустя, там, какое-то время, вот. И вы, соответственно, как-то на это отреагировали, вот. Отреагировали вы на это, скорее всего, достаточно, ну, позитивно, да, то есть, ну, для начальника вы продемонстрировали ему то, что вы, ну, вот, в той или иной степени согласны с его позиции, вот, по отношению к вам. Вот. Соответственно, это подкрепило его поведение и он стал себя так вести. Дальше, значит, опять же, это зависит от того, как вы себя профессионируете, в том числе и на профессиональном поприще. Вот. Здесь, то есть, нужно исследовать данный аспект обязательно, вот, чтобы, ну, чтобы понимать, чтобы понимать, как правильно, как корректно, значит, к себе относиться и как корректно себя репрезентовывать. Вот. Потому что, как бы, сейчас, вот, на данный момент, на данный момент, речь идет, скорее, о том, что вы имеете дело с последствиями своих действий, но не с первопричиной, вот, а с причиной, как бы, как бы работы, вот, к сожалению, не происходит. Ну. Такой работы, какая, условно говоря, должна происходить, да? Вот. Дальше. Или, например, кто дарит из соседей на детей в душе, мне становится плохо, потому что вы этот момент, я так полагаю, этот момент вы переносите на себя и, как бы, представляете, как будто это на вас кричат. Вот. Я, конечно, в этом не уверен, я не могу этого ждать на сто процентов, но, тем не менее, тем не менее, вот. То есть, ну, не отделяете вы, не отделяете того, кто кричит, да, от того, на кого кричат. И из-за этого вам, собственно, так вот и плохо. То есть, эта реакция вполне себе нормальная. Вот. Дальше. Так, раньше я думал, что действительно дела вам нет, они достаточно хороши, а в каких-то делах, действительно списываются на плохой характер. Ну, я так понимаю, что сейчас что-то изменилось, вы стали думать по-другому. Вот. Хочется верить. Но я все же скажу, что, поскольку кричит другой человек, а не вы, то и дело, соответственно, в нем, а не вас. Потому что кричит ведь он. Понимаете, да, он кричит, не вы. Вот. Но, что-то касается характера, то характер, он, в принципе, плохим быть не может, хотя бы, потому что формулировка плохой характер, это уже оценочная формулировка. Ну, то есть, это оценка. Это оценка, что у меня плохой характер. Понимаете? Вот. А это, ну, как бы, субъективная такая история. Вот. Потому что характер, он, опять же, плохим быть не может. Вот. Характер, именно характер. Плохим быть не может никак. Вот. В принципе. Дальше идем. Так. В детстве родители мои часто ругались, я часто плакал, потому что думали, что я ругалась из-за вас. Решил я для себя, что у меня не будет таких отношений в семье. Понимаете? Как вам сказать? Да. Решение, конечно, благое, но, видите ли, мало, условно говоря, взять и просто решить, что таких отношений в семье у меня не будет. Потому что никто не хочет таких отношений в своей семье. Никто не хочет вообще таких отношений. Все люди хотят, в принципе, мира, все люди хотят, чтобы у них все было хорошо. Вот. Но, тем не менее, это происходит. Происходит это из-за, с одной стороны, невозможности общаться, то есть люди, вот, попросту не умеют общаться друг с другом. Вот. А, с другой стороны, из-за наличия, собственно говоря, проблем определенного рода, указывая их людей. Указывая их людей. Вот. Поэтому, мало, вот, просто принять решение о том, что у меня такого не будет. Мало, мало. Нужно еще все же поиследовать себя, да? Поиследовать свои эмоции, поиследовать свои установки и попытаться увидеть, как же я все-таки выстраиваю отношения с людьми. Да? Вот. Как конкретно я выстраиваю отношения с людьми. Как я выстраиваю с ними общение, например. Вот. Это тоже очень важный момент. Дальше. Недавно я переехал в другой город, у меня стали появляться новые друзья, на что они мне открыли глаза, сказав, что я себя не ценю и не люблю. И если дело не в моем плохом характере, а в том, что я позволяю людям ко мне плохо относиться, они этим пользуются. Также и с мужчинами никогда не ладились. Отношения к меня постоянно унижали, как раз быть все лучше и лучше, но это не помогло. Не помогло. Отношения не ладились с мужчинами у вас не только по этой причине. Ага. Не только из-за того, что вас снижали. Вот. Хотя и по этой причине, возможно, тоже. Но основная глобальная, скажем так, проблема заключается в том, что вы себя не ведете с мужчинами как женщина. Мужчины чувствуют, что вы себя не ведете как женщина с ними и начинают вас унижать. Вот. То есть дело здесь именно в том, как вы себя, опять же, репрезентуете. А не в том, что вас унижают. Да, конечно, вы позволяли себя унижать, это понятно. И низкая самооценка здесь играет роль. Это тоже понятно. Но один из ключевых моментов заключается в том, что у вас просто нет модели женского поведения. И все. Возможно, вы просто не знаете, как это вести себя, ну, например, вот чисто по-женски. Вот. Возможно, делать все в чем-то и все. Конечно же. Дальше. Так. 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 Недавно я поругался со своим другом. Просто не предупредил меня, что не предупредил нас. Тем самым я психанул и спросил, почему меня просто не предупредило. Смотрите. Здесь какая история. Вы психанули из-за того, что друг не пришел, не предупредил вас. С одной стороны, ситуация здесь такова, что у вас явно копилось некое раздражение. Потому что если бы это раздражение не копилось, если бы это была аутентичная реакция, то я, честно говоря, не думаю, что вы бы психовали. Потому что, в общем-то, это, ну, довольно распространенная такая история, когда люди договариваться не приходят. Вот. Значит, скорее всего, у вас уже до этого были какие-то конфликты, уже до этого были какие-то терки, уже до этого были какие-то, вероятно, проблемы. Знаете, между вами. Вот. А эта ситуация, которая произошла, она просто стала последней каплей. И все. Вот. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, очевидно, что вы пытаетесь, возможно, контролировать людей. Вот. То есть пытаетесь контролировать то, что люди делают по отношению к вам. Следующее. Вы чересчур зацикливаетесь на, скажем, встрече с человеком, на, скажем, самом человеке. То есть не полагаетесь, опять же, на себя. В-четвертых, вам может казаться, что если человек не пришел на встречу, друг не пришел, то он вас как раз-таки не уважает, он вас как раз-таки не ценит, он там, ну, вообще негодяй. Короче говоря. Вот. Это не так. Тоже. Потому что люди могут ошибаться. Это не так, потому что человек молит не прийти на встречу. Это нормально. Это для нас. Опять, что к вам относится плохо. Вот. Давайте. Скажем. Дальше. Вы пишите, что он мне сказал, сказал, что если бы даже не написал, что не может, я бы все равно устроил истерику. И как это правда? Почему вы так реагируете? Я два дня обожлилась на него и все, меня обида прошла, а он так и не изменился. Да, должен был. Мои хорошие, мои хорошие друзья, нам об этом сказали мне что-то, что это он не прав, что провоцировал ситуацию, что не стоит ему это вращать, иначе понимать, что оно так можно. Слушайте, но это очень, очень, я бы сказал, что это вредный совет. Потому что человеческие отношения гораздо шире вот подобного рода высказываний. И самое главное, что они не допускают того факта, что человек может ошибиться. Но человек может ошибиться, а вы можете потерять хорошего друга. Понимаете, я думаю, что если ваши друзья и хотят вам счастья, если ваши друзья и хотят вам всего хорошего, то делают они это весьма своеобразным образом. Потому что, ну, как бы, они просто вас разводят человеком, а вы, судя по всему, их слушаете. Он мне звонил, я не взял другу. Почему? Теперь мне хочется спросить, дорогие психологи. Сейчас мне 33 года, и я хочу встретить мужчину, который меня уважнял, так же, как мои друзья. Зачем? Почему вы хотите встретить мужчину? Затем восстановится ваше желание. Скажите, правильно ли я все поняла? Не совсем. Я достаточно компромиссный человек, но только тогда, когда это обещается мне на повышенный станок и с учетом этикета. Этикет каждый понимает по-своему, как повышенный итог. Стоит ли я отстаивать свою позицию? Стоит, но грамотно. То, что вы сейчас делаете, это вы не отстаиваете свою позицию. Вы, по факту, да, вот по факту, если говорить, по факту, то вы просто рубите с плеча и вообще не оставляете никакого шанса. То есть, это очень бескомпромиссная позиция. То есть, вам, условно говоря, друзья сказали, да, что, типа, все, что не надо его прощать, да, и все, и вы, как бы, не берете в руку и так далее. Но ведь вы не самостоятельны. В этом конкретном ключе, в этом конкретном аспекте вы не самостоятельны, к сожалению. Вот. Понимаете? И получается, что сменили вы одних родителей, от которых вы зависели, на других родителей, от которых вы точно так же сейчас зависите. Я не думаю, что это та позиция, которой вы достойны. Я не думаю, что это то, к чему можно стремиться. Вот. Такая вот история. На мой взгляд. Вот это что что я могу вам сказать. То, что я могу вам ответить. Что можно рекомендовать, да, что можно порекомендовать вам. Ну, если честно, если честно, то все-таки поработать несколько лучше со своей самооценкой. Я бы сказал. поработать вот поработать несколько лучше и адекватно выстраивать взаимоотношения с людьми. Вот. Поработать свои детско-родительские отношения, повысить самооценку не только не только такими вот догматическими категориями, но и чувственными категориями. и все-таки полагаться в предпринятии решения на себя. Вот. Овладеть навыками без конфликтного общения. Вот. Что поможет вам не иметь конфликтов или иметь их значительно меньше. полностью принять себя такой, какая вы есть. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. и удачу.